Очередной народный театр, восьмой по счету, открылся в Приморье. В теплый субботний вечер жители Черниговки в нетерпеливом ожидании пришли величественный и отреставрированный Центр народной культуры и досуга, посмотреть на таланты своих земляков. Народный театр здесь особенный, и не только потому, что в этом селе родился губернатор Приморья Олег Кожемяка, но и потому, что жители Черниговки сами вышли с инициативой создать храм Мельпомены у себя на Малой Родине. Грандиозный дворец, фантастический. Мне сейчас показали просто, а в чем это? Разве только вот в том, кто в нем проживает, правда? Говорю банальные вещи, смотрите, какие здесь люди, какие коллективы. Мы случайно зашли, опоздали на пять минут, простите, на пресс-конференцию, в связи с тем, что там Вишенка, такой коллектив, который все, оказывается, знают. И они взяли импровизационный, и вот только на дудке, я не знаю дальше, как инструменты называются, но они сыграли импровизацию, которая вызывает восторг. Сегодня в спектакле принимают участие и как взрослое поколение, так и дети. На самом деле это все связывает, и это большой задел для нашего будущего. Сегодня, как вы знаете, время у нас непростое. Все мы переживаем тяжелые времена. И вот как наш президент Владимир Владимирович Путин объявил 24-й год годом семьи, все объединились, сплотились, и тот сегодня театр, который есть, это тоже семья. Исполнитель главной роли влюбчивого Сашеньки Павел Кузнецов, как оказалось, профессиональный актер театра и кино. Серьезный молодой человек закончил в 2021 году театральный институт в Екатеринбурге, сразу ушел в армию. После срочной службы Павел подписал контракт, успел побывать на СВО, а сейчас служит в оркестре 60-й мотострелковой бригады. В кастинге я не участвовал, у меня просто знакомая Татьяна, мы с ней пересекались на многих мероприятиях, которые здесь есть. И она мне позвонила и предложила прийти, посмотреть, поучаствовать. Я пришел на репетицию, меня это зацепило, так как я уже три года ничего не играл, поэтому я решил принять участие. Народный театр это прекрасная вещь, потому что люди увлекаются этим, им интересно, они становятся совершенно другими людьми, ну в какой-то степени, в какой они могут. Это помогает им отвлечься от суеты вот этой нашей мирской. И в принципе это их заряжает каким-то энергией, позитивом они знакомятся, дружатся. Вчера у меня был день рождения, все принесли пироги, все отмечали, все меня поздравляли. Ну в общем это как бы одна большая театральная семья. Павел Кузнецов после замечательно сыгранной роли просто обязан проснуться знаменитым в Черниговке. Когда он появился на сцене, зрители, а особенно зрительницы, не могли оторвать от него глаз. Театральные же возлюбленные Сашеньки тоже не подкачали. Одна из них – музыкальный руководитель в детском саду Татьяна Суслова. В детстве все равно кто-то мечтает стать актрисой. Вот мы же все время перед зеркалом крутимся, вот дети всегда мечтают, я буду актрисой. Конечно, я когда-то, наверное, об этом говорила, мне кажется, действительно. Но вот мечта сбывается. В 45 она тоже сбывается. Зрители в день премьеры шли в Центр народной культуры и досуга с особым настроением. Соскучились по театру. Многие несли цветы. Не успели отзвучать аплодисменты, а художественный руководитель Академического театра имени Максима Горького, который курирует все народные театры в крае, Ефим Звенятский озвучил еще две радостные новости. Первая – в этом году во Владивостоке обязательно пройдет фестиваль народных театров. А вторая – через несколько месяцев девятый народный театр откроется в Ольге. Артем Белов, Наталья Фадеева, Денис Фадеев. Новости на восьмом.